Дипмиссия Узбекистана в Вашингтоне приняла участие в переговорах с исполнителем-директором Международной финансовой корпорации развития США. На встрече присутствовали и представители таких компаний, как Caterpillar, Chevron, ExxonMobil, General Motors. О спектре обсужденных вопросов и о достигнутых договоренностях репортаж программы. Основные направления деятельности корпорации. Предоставление прямых займов до 500 миллионов долларов США для частных предпринимателей. Акционерное финансирование, страхование политических рисков, а также средств технического содействия для разработки технико-экономических обоснованных проектов, в том числе выделения грантовых средств. Очень нужный и выгодный партнер. В ходе встречи нашей дипмиссии с руководством корпорации дана подробная информация о проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформах. Глава корпорации, в свою очередь, высоко оценил внимание правительства нашей страны к улучшению деловой среды, оптимизации госуправления, процессу внедрения в экономику рыночных механизмов. По словам Адама Бойлера, корпорация определила центральную АДИО в качестве приоритетного региона для инвестирования. Он выразил готовность к имплементации программ развития в регионе посредством выделения финансовых средств, технического содействия частному сектору и правительству для реализации инвестпроектов, ориентированных в первую очередь на внедрение передовых американских технологий и менеджмента приоритетным отраслям. Они поспособствуют созданию новых рабочих мест, обеспечению населения доступом к инфраструктуре, образованию, здравоохранению и жилью, а также развитию альтернативной энергетики. Иностранной стороной поддержана инициатива посольства Узбекистана по рассмотрению вопроса создания совместного фонда разработки технико-экономических обоснований при долевом участии данной корпорации, а также правительства стран Центральной Азии и Афганистана. Вопрос о реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП в Узбекистане совместно с крупными американскими компаниями при финансовой поддержке корпорации в ходе переговоров были обсуждены отдельно. По итогам встречи создана совместная инициативная группа для дальнейшего обсуждения своевременной реализации достигнутых договоренностей.